Субтитры сделал DimaTorzok По-моему так Интеллектуально За историю можете разговаривать С Квитаном Ни в коем случае С Квитаном я тоже разговаривал Но там не за историю мы так Образно беседовали Слушайте, можете мне ответить на один вопрос Может быть вы ответите на него Да попробую я как могу Как могу попробую Ну он такой как бы Порассуждать можно сказать Смотрите, почему украинцы Хотят жить как в Европе Как в Америке Но не как в России Я думаю потому что Украинцы очень глубоко заблуждаются Им рассказали Что в Америке, в Европе Вообще жизнь золотая То есть молочные реки, кисельные берега И они вдруг в это поверили Знаете, это какое-то Помутнение разума Всеобщее произошло И они думают почему-то Что они вот Просто необходимы Как в Европе Так и в Америке Вот там только и ждут Украинцев С открытыми объятиями Какую вы выберете машину Хорошо, говорите дальше А по поводу того Что они не хотят жить в России То в течение 30 лет Над Украиной Делали эксперимент То есть из нее создавали Анти-Россию И оно дало свои плоды То есть Неплохо получилось Работали хорошо Смотрите, какую вы выберете машину Жигули Или Шкоду Октави Вот если у вас есть два выбора Да, не ту, не ту Почему? Я вообще Жигули Ну я примерно представляю Это ведро с болтами Шкоду Октави А про Шкоду что вы скажете? Шкода Октави Я понятия не имею Что это за машина То есть я не знаю А про какую вы машину Имеете понятие? Ну я бы японскую взял Мне японские больше нравится Toyota, Nissan Их Их скажем так Улучшенные модификации Типа Lexus Или Infiniti Ну мне так нравится Ну как Если бы нужен был бы мне Вы классно сказали Я извиняюсь Вы классно сказали Что Жигули Это ведро с болтами Вот примерно Украинцы Если я образно говорю Мы же образно разговаривали Ну конечно Вот примерно Украинцы Так же смотрят на Россию Как на ведро с болтами Ага Вот смотрят на Путина На вот эту власть На беззаконие Которое там творится А потом понимаешь Оказывается С нас сделали Анти-Россию Проект Да потому что Россия сама Это делала Серьезно? Ну сама Сама Россия Сама себе Можно сказать Ну своими поступками Своей политикой И прочее Она сама себе Только Хуже сделала Ну то есть Если бы в России Было бы хорошо Поверь Украинцы бы смотрели бы На Россию Как На Лексус Ага А украинцы Они как? Они любители халявы? Они смотрят там Только где хорошо В эту сторону Или как? Я же Смотри Вот Я вот Этот вопрос Много кому задаю Просто Я же задаю вопрос Украинцы Хотят Жить Как Как А не В Как В Европе То есть В качестве Примера Мы хотим Здесь в Украине Построить Европу Построить Америку Понимаешь? То есть Вся наша идеология Вот почему сейчас Мы воюем Ну это Во-первых Выжить Потому что Русские нас уничтожат Если мы не будем Отбиваться А во-вторых Мы хотим Жить как Как в Европе Как в Америке Наша цель Жить как они Но не как Россия Потому что Россия Ну для нас плохо Почему так? Вопрос Вы сказали Что сейчас У вас главная цель Выжить Ну чтобы вас не уничтожили Я так понял Россияне Чтобы не уничтожили Да? Ну естественно А скажите мне пожалуйста Вот Украина С России Уже больше 350 лет Ну за исключением Там маленьких Промежутков времени Украина С России Больше 350 лет Включая даже Последние 30 лет Ну не 32 До Майдана То есть вы тоже С России были Ну судя из того Что говорят ваши Здесь люди Что вы все время Под Россией были И что-то Россияне Как-то Плохо работали Над вашим Уничтожением Что-то вы не уничтожились А наоборот Вас стало больше Как так получилось За 30 лет Мы возродились Что я тебе могу сказать Нет Подождите Подождите Родной Смотрите Когда Советский Союз Развалился Вернее Когда его развалили Кстати украинцы Участвовали в развале Советского Союза Население Украины Было почти 52 миллиона человек До начала Боевых действий До начала Боевых действий 14 года Даже Вас в районе 40 миллионов Сейчас Вас Возможно Где-то в районе 25-30 И где вы Где вы возродились Мне просто интересно Знаете В минус Это не возрождение В минус Это убыль Плюс вам грозит Глубокий Демографический кризис Смотри Я в смысле В том Что мы возродились В плане Как нация Как украинцы То есть У нас Есть свои Международные интересы То есть Мы были всегда Как бы в тени Советского Союза А сейчас У нас Есть свой флаг Своя культура Ну она и раньше Была Просто мы ее Сейчас Как бы Пиарить Начали Мы говорим Мы вот здесь есть Нас постоянно Россия Закрывала Мы постоянно Были в тени России А вот Теперь мы Показываем Вот у нас Есть такой писатель Как Тарас Григорьевич Шевченко У него В вершах Даже прописано Что Запануем А мы Однажды Ну тебя Ну это не у него Это ваш гимн Не-не-не-не Я Там есть Я просто Тоже Такой себе Ну Есть Некоторые строчки Там А вы кстати В курсе Что вот Вашего Тараса Григорьевича Шевченко По моему Русские Выкупили Из Солдат Не Я не в курсе Ну и Прочитайте Потом Именно Русские Выкупили Давайте Не будем Я просто Знаю Со школы Что Тараса Григорьевича Шевченко Он Как бы В своих В творах Писал Что Однажды Украина Станет Независимой Страной И будет У нас Все Хорошо То есть Это Понимаешь Это Как бы Внутри Нашей Ментальности Украинской Это Борьба За свободу Мы Хотим Быть Независимым Государством Еще Задалеко До Еще Даже Советского Союза Наверное Это Наша Ментальность Мы Хотим Быть Отдельным Государством А почему У вас Не сложилось Говорят Вы Там Произошли Из Киевской Руси Где-то Там Далеко Далеко Когда Киев У вас Было Больше Тысячи Лет Вашей Истории Некоторые Говорят Почти Полторы Тысячи Ты Спрашиваешь Почему У нас Не сложилось Одну Секунду За Полторы Тысячи Лет Вы Государством Практически Никогда Не Были Почему Я В душе Не знаю А Ну Вы Идете Туда Еще Вот Лет 800 Это Наш Путь Понимаешь Как Говорится Пути Самурая Не 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 Козака Не туда А что Что Вам Сейчас Подойдет Путь Козака Или Например Как Моисей Или Например Моисей По пустыне Водил Только Он Тот Евреев Это Наш Путь Мы Так Ну Вот Пришло Время Мы Дошли К А К Чему Вы Дошли Ну Пришло Время Вы Развалили Страну Вы К Чему Пришли Мы Не Развалили Мы Это Ну Если Даже Говорить В контексте Развала Развалили Страну Если Чтобы Построить Что То Нужно Что Повалять О Вот Мне Нравится Вот Смотрите Вы Вы Настолько Быстро От Этого Убегали Что Вы Вокруг Прибежали Потому Что Песня Была Такая Большевистская Весь Мир Насилья Весь Мир Насилья Мы Разрушим До Основания А Затем Почему Весь Мир Мы Наш Мы Новый Мир Построим Кто Был Ничем Тот Станет Всем Понимаете Вот Там Тоже Пели Мы Все Разрушим А Потом Мы Начнем Строить Понимаете Вы Вот У вас Разрушать Неплохо Получается А Стройка Когда Начнется Ну Смотрите Буча Гастомель Уже Отстроили И Там Сейчас Почек Европы Сделали Не Подождите Вот Буча Гастомель Это Конечно Я Рад За Вас Это Все Хорошо А Вот У вас Раньше Было Авиастроение У вас Было Кораблестроение Будет У вас Был Мотор Сич Будет Еще Лучше У вас Был Харьковский Танковый Завод То есть У вас Трактор Будет Леопарды Скоро Будем Строить Не Ну Да Будете Абрам Блин Какие Абрам Эти Байрактары Уже Строится Завод Уже Строится Да У нас Будет Развитие У вас Когда Даже У вас Даже Не Переживайте У нас Будет Все Хорошо Не А как У вас Может Быть Хорошо Если У вас Даже При Том Что У вас Был Целый Потенциал Советского Союза То То Есть Вот Эта Вся Экономическая Структура У вас Была Потом Вы Ее Так Немножко Разграбили Немножко Распродали Немножко Разворовали Немножко Уничтожили А сейчас Вы Вообще В разрухе Практически У вас Полстраны В разрухе Экономика Убита Ваш Бюджет Состоит На 60% Из Внешних Заимствований У вас Нету Своего Производства Военного Как минимум Оно Есть Но Конечно Не в Таких Количествах И вдруг Вы Говорите У вас Будет Лучше Какого А Еще Денег Нет Какой У вас Потенциал Стать Лучше Скажите Пожалуйста Ну Смотрите Для начала Нам Нужно Победить В этой Войне Нам В этой Победе Поможет Цивилизованный Мир Потому Что Однажды Мы Подписали Будапештский Меморандум Хоть И говорят Что Этот Документ Полная Фикция Он Никогда Не Работ Но Я думаю Что Благодаря Ему Сейчас И НАТО И Вообще Целом Европейцы Американцы Нам Помогают Вооружить Благодаря Этому Документу По Будапештскому Меморандуму Там Какие Гарантии Вам Давали Можете Вспомнить Хотя Ну Примерно Не говорю До слова Я Примерно Помню Что Гарантии Что На нас Никто Не Нападет А Если Кто Нападет То Все Вот Эти Гаранты Подписанты Они Вступятся За Украину Помогут Нам А Вступятся Вот смотрите Теперь Вот Когда Подписывал Ваш Великий Корм Чисток В то время Великий Ваш Гений Кравчук Когда Подписывал Эту Декларацию Декларация Как она Меморандум Назывался Если Если Ему Тогда Сказали Что Родной Если Кто То На Тебя Нападет Мы Будем Тебе Помогать Оружием Но Мы Не Придем Тебя Защищать Своими Силами Как Вы Думаете Он Подписал Этот Меморандум Или Отдал Ядерное Оружие Или Не Отдал Сложно Сказать Если Я Был На Его Месте Я Не Отдал То Вы Не Отдали Правильно То То Получается Вас Кинули Да Отчасти Кинули Я Не Спорю Да Но Хорошо Что Хоть Как То Помогает Вот Этот Факт То Что Вы Сказали Хоть Как То Поняти Хоть Как То Ровно Столько Чтобы Вы Продолжали Воевать Но Не Дать Вам Возможно Выиграть И Победить Вам Чтоб Вы Случайно Не Проиграли Быстренько Но И Чтоб Вы Случайно Не Победили Быстренько Вам Дают Ровно Тот Минимум Чтобы Вы Продолжали Воевать Убивать И Умирать Но Никак Не Победить Или Проиграть Вам Именно Так Вот И Дают Вам У Россия Есть Ядерное Оружие И Короче НАТО Америка И Прочие Эти Организации Они Боятся Третьей Мировой Войны Потому Что Она Будет Ядерной Если Нам Сильно Помочь Ну Типа Если Мы Такие Зайдут Сюда Грубо Говорят Американские Войска Ну Путин Может Психануть И Нажать Красную Кнопочку Ну Условно И Поэтому Сейчас Происходит Такое Себе Как Сказать Медленно Варят Жабу В Кипятке Ну В В В В В Если Резко Подогреть Воду Жаба Вы Принят Ну Не С вашей Жаба Это Вы Жаба Это Россия А А Почему Не Вы Мы Инструмент Мы Тот Огонь Который Подогревает Жабу А Так Вам И Не Дают Много Топлива Вы Может Настанет Момент Я же говорю На Медленном Огне Да Настанет Момент Когда Этот Медленный Огонь Выключит И Жаба Спокойно Выскочит А его Никто Не Выключит Почему Вы Так Думаете Почему Вы Думаете Что Вы Вы Потому Что Просто Устанут От Вас Тогда Хорошо Тогда Получается НАТО Не Работает Тогда Получается Ядерное Оружие Есть Значит На Тебя Никто Не Нападет Правильно Значит Сейчас Любой Любой Вася Пупкин Начнет Делать Ядерную Бомбу Испытывать Ядерную Бомбу Правильно Начнется Хаос Всемирный Не Начнется Вот Вы Знаете Вот Мне нравится Вы Знаете Вы Интеллектуал Вы Наконец Отдуплились Дело В том Что Если У Вас Сейчас Ядерное Оружие Было На Вас Никто Не Напал Правильно Ну Естественно Правильно То Есть Вас Предали Свои Украинцы Правильно Они Совершили Ошибку Нет Это Не Ошибка Поймите Ошибка Это Когда Тебе Там Мелочь Какая Сломалась А Когда Ломаются Судьбы Миллионов Людей Нет Это Ошибка Это Фатальная Ошибка Миллионов Людей Ломаются Теряются Территории И все Остальное Это Предательство Прежде Всего Нет Никто Не Знал Что На Нас Будут Нападать Я Не Думаю Что Кравчук Который Подписывал Он Не Думал В тот Момент Когда Он Подписывал Я Не Думаю Что Он Думал Что Россия На Нас Нападет Что Повторится Эта История Будем Мы Тут Родные Люди Мы На Тот Момент Он Думал Что Семья Повязанная Зачем Тогда Он Пытался Отсоединиться От Родных Людей Кравчук Да Как Только В Москве Произошел Независимое Подождите Нет Подождите Во-первых Был Референдум 17 Марта 1991 Года Где 74 Процента Населения Советского Союза Высказались За сохранение Советского Союза Только Переформатирование Его Обновление Я вам Просто Говорю Это Было Такое Потом Происходит Пуч 19 До 21 По-моему Августа 1991 Года Украина Тут же Под шумок Говорит Из-за того Что Произошел Пуч Мы Выходим Из состава Советского Союза Вопреки Воле Народа Когда Народ Проголосовал То есть Кравчук Решил Вы Нет Вы Ошибаетесь Украинский Народ Был Большинство Ну Блин Ладно Я тут Точно Тебе Не скажу Ну Я вам говорю Просто Как Было Поверьте На Слово Народ Давайте 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 Он Рекламировать Будет Вакс Веритатис Клоун Я Разговаривал С ним Кстати Вакс Помните Берешь Берешь телефон Берешь Берешь Берешь